Пятерых я услышала на одном из YouTube-каналов о путешествиях и внесла их в план нашего очередного путешествия по Греции. Теперь делюсь с вами своими впечатлениями и эмоциями. Этот прекрасный вид со двора дома, в котором мы снимали квартиру на первом этаже. Квартира с двумя спальнями хорошо оборудована. Цена 62 евро. Итак, метеоры в переводе с греческого означают «парящие в воздухе». Говорят, что скалы образовались более 60 миллионов лет назад. Потом пришел монах Афанасий и построил самый большой монастырь в метеорах, который сохранился до нашего времени. И называется он Гранд Метеора. Но сегодня он закрыт, и мы туда не попадем. Затем прибыл монах Варлам и построил рядом тоже хороший большой монастырь. Вот сюда мы, в общем-то, сейчас и отправимся. Монастырь святого Варлама располагается на вершине одной из самых крутых и высоких метеорских скал. Мы поднялись в монастырь святого Варлама. Туман сгустился и превратился в белое молоко. Мы находимся на высоте приблизительно 400 метров над уровнем равнины и 600 метров над уровнем равнины. В монастыре Варлама, называтели монастыря Нектарий и Афман, который я уже упоминала в автобусе. Монастырь святой Павлиси, святой Павлиси. Монастырь святой Павлиси. Монастырь святой Павлиси. Монастырь святой Павлиси. С Павлиси Полезная информация, монастырь Верлаама закрыт по пятницам, и здесь соблюдается дресс-код. Женщины надлежат быть в юбке, юбки можно взять на входе. Я тут тебя снимаю, и вас все на меня посмотри, и тебя улыбнись. Ура! Закончили осмотр Святого Верлаама, это очень красиво. Второй монастырь, который мы посетили в этот пасмурный день, это монастырь Русана или Русанов. Он весь утопает в цветах. Где женщины, там и цветы, даже в монастыре. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Спасибо. Уже выходим. Вот Витя в нашем отеле отдыхает. Отель очень удобный. Маленький, с такой стрёмненькой картинкой. Типа паук. Ну и так все очень хорошо. Сегодня 25 сентября, солнечный день. И мы отправились опять в монастырь Метеоры. Сегодня мы снова едем по той же самой дороге, по которой поднимались вчера в монастырь Святого Варлаама. Но сегодня она просто прекрасная. Небо синее, скалы темные, зелень зеленая, яркая, сочная. И все так красиво и радует глаз, что эту дорогу я снимала практически все время. Коробкаемся по ступеням к Святому Николаю. Ху! Водички набрала? Лестница из нескольких, из многих ступеней. И мы идем. Жарко! Чем-то. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы на смотровой площадке Монастыря Святого Николая. Здесь ветрено, поэтому я все, что записывала, удалила. Виды прекрасные, как вы сами видите. Билл захватывает от этой красоты. И люди здесь живут, работают и молятся. Мы это видели. Как вы видите, народу не очень много. Нам с этим очень повезло в монастыре Святого Николая. И удалось снять много интересных и красивых кадров без толпочки, а просто наслаждаясь с удовольствием. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы покидаем Монастырь Святого Николая с чистым сердцем и с легкой душой. Прекрасные картины природы не отпускают. И все время хочется снимать, снимать и снимать. Хотя нас нет уже очень много. Мы покинули монастырь Святого Николая и отправились на выезд из города. По дороге мы увидели необустроенную смотровую площадку и остановились. Туда автобусами подвозили людей. И действительно, тут были прекрасные виды. Но снять что-то было довольно сложно. Люди ждали, пока освободится хорошая точка для съемок. Постоянно толкали друг друга. И мы быстро закруглили. Не каждый может сфотографироваться там, где стоит эта девушка в белом платье. Под ней бездна. И стоит ли так рисковать? Мы тоже сделали свое селфи на память. И оно останется с нами надолго. Мы не посетили еще три монастыря. И обязательно вернемся сюда. Полюбуемся этими красотами. Посидим на закате. Хотелось бы в одиночестве помечтать, помолиться. Посмотреть на Зарева. Это так здорово. Так что же такое метеоры? Чем они так привлекают этих людей? Метеоры, на мой взгляд, это эйфория свободы и полета. Это восторг и страх. Здесь души расправляют крылья и устремляются ввысь, как птицы. И им так трудно вернуться обратно.